Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его посланнику, Его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкуму рахматуллахи и оба ракетух. Следующая серия о разных темах из Корана. В прошлой серии мы говорили о том, как человек познает Аллаха. Аллах ниспослал Коран, в котором есть все, чтобы мы смогли установить связь с Аллахом. Всевышний Аллах использует разные подходы, чтобы рассказать нам о себе, чтобы мы смогли установить с Ним связь. Аллах рассказывает нам о последствиях разных видов образа жизни. Аллах рассказывает нам о фараоне и дает понять, если будете жить так же, вас постигнет то-то. Также Аллах говорит о своих дарах, которыми Он нас наделяет. Чтобы мы, читая Коран, размышляли над тем, что Аллах дает нам, чтобы наша связь с Ним укреплялась через благодарность за все эти дары. Также Аллах предупреждает нас о том, что ждет после смерти, на судном дне, в вечной жизни. И Аллах периодически говорит обо всех этих вещах в Коране, чтобы мы, проникаясь этими мыслями, приближались к Аллаху. Многие аяты на эту тему были ниспосланы в благородной Мекке, то есть в ранний период ислама. Аяты мединского периода были уже на другую тему. В аятах, которые были ниспосланы в Медине, Аллах говорит, Снова и снова Аллах это повторяет, о те, которые уверовали. Потому что на момент, когда мусульмане в Медину переселились, их вера окрепла. А в ранний период, в Мекке, Аллах говорил, о люди. Потому что Аллах обращался к тем, кто еще не уверовал. Мусульмане были тогда, но не с такой крепкой верой. Когда Аллах в Мекке Коран не спосылал, в аятах шел призыв уверовать. А уже на момент жизни в Медине, когда у мусульмана крепла вера, Аллах не спосылал приказы. Делайте то-то, делайте то-то, делайте то-то. Чтобы наша вера была крепкой, мы должны окружить себя факторами, которые укрепляют веру. Вот мы с вами, благодаря Аллаху, такие счастливчики. Как же нам повезло. Большинство, кто сидит здесь, 99% из них, не искали веру. Она сама постучалась к нам в дверь. Мы об этом даже не просили. Нас воспитали с верой. Один из моих шейхов взывал к Аллаху с такой мольбой. Он говорил, о Аллах, ты создал меня человеком, таким прекрасным творением. И из всех людей, тобой созданных, ты сделал меня верующим. Причем ты сделал меня верующим именно из общины Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Лучшего из своих посланников, последнего пророка. То есть у нас с вами вера с детства. Но Коран Аллах не спасал не только тем, у кого уже есть вера, но и тем, у кого ее нет. Коран не только для мусульман. Если кто так думает, он сильно заблуждается. Коран Аллах не спасал всем людям. И, к сожалению, многие так думают, что Коран только для мусульман и больше не для кого. Я же говорю, в мекканских аятах Аллах, когда к людям обращается, говорит «я айюханнас», то есть «о люди». К ним мусульманам идет обращение, чтобы они уверовали. У нас есть вера, она в нас. Аллах даровал нам ее, но мы ее не ценим должным образом, потому что нас воспитали мусульманами с детства. Мы воспринимаем веру как должное, как нечто само собой разумеющееся. В мекканский период, в ранний период ислама, до переселения в Медину, Всевышний Аллах не спасал аяты на тему судного дня. Рассказывал о том, как уничтожил древние народы за то, что они возгордились и отказались уверовать. Аллах говорит о своих дарах, которыми он людей наделил. О том, как дожди с неба не спасает. О том, как кормит людей. О том, как человек был создан. Аллах напоминает людям их истоки. Ваш праотец Адам, он был первым человеком. Его создал Аллах. Вы его потомки. Я создал джиннов и людей ни для чего иного, кроме как для поклонения мне. Готовьтесь к судному дню. Соблюдайте мои заповеди, мое писание. То есть Аллах этими аятами пробуждает в людях сознательность. Напоминает, кто они. Через истории о пророках. Через напоминание о своих дарах. Через напоминание о судном дне. Аллах говорит поистине, ко мне вам предстоит прибытие. Судный день близок. Я воскрешу тебя, ты будешь стоять передо мной. Отвечать за поступки. Аллах говорит, яум уль-хисаб. День расчета. Яума тур-джауна или Аллах. День, когда вы вернетесь к Аллаху. К Нему вам предстоит прибытие. Аллах говорит это снова, снова и снова. Он укрепляет в человеке иман, веру. Эта информация активирует режим самосохранения. Пугает человека. Как? Меня Аллах воскресит после смерти? Аллах задает вопрос. Куда же вы идете? О, человек! Что? Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Господа, великодушного? Эти аяты пробуждают твое сознание. Аллах говорит, но нет. Вы же сами не почитаете сироту. Не побуждаете друг друга кормить бедняка. Жадно пожираете наследство. Потребляете все эти блага. И страстно любите богатство. Но нет. Когда земля разобьется и превратится в песок. И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами. В тот день приведут гиену. Приведут ад. В тот день человек помянет назидание. Но к чему такое поминание? Он скажет, эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни. Вот так человек в судный день заговорит. О, горе мне! Если бы я заранее позаботился о своей жизни. Творил бы добро, готовился к судному дню. В тот день никто не причинит таких мучений, как он. И никто не наложит таких оков, как он. Аллах, конечно, прощающий. Но не надо играть с его гневом. Если он накажет тебя, то это может быть мучительным наказанием. И читая эти аяты, человек должен думать, «Если я не готовлюсь к судному дню, Аллах так наказать меня может, как никто не наказывает». И Аллах говорит. «О, душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу, удовлетворенной и снискавшей довольства. Войди в круг моих рабов». «Войди в мой рай». Это Аллах говорит о тех, кто готовился к судному дню. И человек, читая эти аяты Корана, сам выбирает себе будущее. Эти аяты из второй половины суры Заря. 89-я. Очень сильная сура. Эти аяты очень влиятельные. Они показывают тебе всю картину. Если не уверуешь и не будешь слушаться Аллаха, будет вот так. А если будешь слушаться, будет вот так. В благородной Мекке, в ранний период ислама, Аллах не спосылал вот такие аяты, чтобы люди проснулись и поняли, что их ждет отчет за поступки, чтобы у них появились веские основания удерживать себя от грехов. Мусульмане, к сожалению, допускают огромное упущение в чтении Корана. Мы читаем Коран, аль-хамдулиллях. Читаем на арабском, что хорошо. Конечно же, на арабском нужно читать. Однако, к сожалению, мы упускаем ту глубину, ту мощь, которую содержит в себе смысл этих аятов. Вот это огромная проблема, мусульман. Если бы вы только знали, что вы читаете, Аллах говорит с вами, Коран пробуждает тебя. Нет Бога, кроме Аллаха. Ты бы знал, у тебя б слезы пылились. Во времена пророка Мухаммада был человек, который высмеивал его, высмеивал Коран. Он говорил, да что этот Коран? Это так, древние сказки. Че ты нам истории рассказываешь тут? Про древние народы, погубленные, ад, самуд. Ну и слышали мы уже эти древние сказки. И смотрите, как Аллах ответил ему. 74 сура. Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким. Оставь его мне. Я сам с ним разберусь. И даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним. И распростер перед ним этот мир полностью. После этого он желает, чтобы я добавил ему. Но нет, он упрямо отрицает наши знамения. Я возложу на него подъем. Это скала в преисподней. Есть мнение, что по ней поволочат неверного на его лице. он подумал и рассчитал. Да сгинет он. Как он рассчитал? Да сгинет он еще раз. Как он рассчитал? Затем он задумался. Затем он нахмурился и насупился. Затем он повернулся спиной и возгордился и сказал «Это не что иное, как пересказанное колдовство». Это он о Коране, так сказал. Это не что иное, как слова человека. Я брошу его в преисподнюю, в адский огонь. Откуда ты мог знать, что такое преисподнее? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу. Их над ней 19, то есть ангелов-стражей. Вот читаешь все это и задумываешься. Человек отрицал Коран. И какие Аллах не послал аяты, чтобы рассказать нам, что с ним будет. И это очень серьезный вопрос. Вот большинство из нас в исламе с детства воспитали, и мы не думаем об этих вещах. Как должны воспринимаем? Я же верующий, у меня уже билет в рай, я уже все при себе билет имею. Будто мы не должны бояться наказания Аллаха. Мы забываем, что тот образ мышления, который формирует у человека осознание таких аятов, необходим для имана, для веры. Это важно как для обретения веры, так и для укрепления ее. Так что надо бы нам перечитывать эти аяты, думать над ними. Эти аяты Аллах не спосылал в благородной Мекке один за другим. Чтоб протрясло меканцев, чтоб опомнились они, чтоб задумались, что они делают, как они живут, что есть серьезные основания держаться в границах дозволенного. И такими аятами Аллах разбудил их, и их вера окрепла. И когда ты регулярно размышляешь над такими аятами, глубоко осознаешь их, это уже другая вера. Это другой уровень, это уже не начальная ступень, это уже более глубокий уровень. После того, как ты подумаешь над такими вот аятами, тебя это отрезвляет, напоминает, что реальность серьезно, ты делаешь свое будущее. Когда у тебя будет такой образ мышления, ты уже будешь иметь серьезные основания, чтобы выполнять обязанности и удерживаться от грехов, дела добрые делать. Тогда ты будешь готов действовать, делать, что Аллах в Коране велит. Мы с вами не будем ислам соблюдать до тех пор, пока не будет осознанной веры, которая будет толкать нас к поступкам. Иман толкает нас. Сегодня на земле миллиарды мусульман, но соблюдают из них лишь миллионы. Их вера толкает на поступки. Соблюдать Коран, соблюдать сунну пророка. У большинства мусульман нашей общины сегодня просто исламские имена типа Ахмад и несколько исламских атрибутов дома или в машине, которые у них просто на уровне традиции. Они даже их вешают не чтобы Аллаху угодить. Вот я арабов встречал, они говорили мне всю нашу жизнь мы думали, что религия ограничивается отдельными моментами, когда дома отец говорит Альхамдулилях за все, говорит Иншаллах после каждого слова. Множество мусульман в мире используют эти фразы уже просто как местное наречие. Они эти фразы не используют, чтобы установить связь со Всевышним Аллахом. Арабы говорили мне, что они живя в такой среде думали, что это весь ислам. Несколько раз поклониться Аллаху, в пятницу на Уразу Байрам. То же самое происходит среди неарабов. Из всей религии у них только маленький намазлык, четкий для зикра. На стене какие-то вышивки или таблички с аятами из Корана. Вот их ислам. И все. В итоге они видят мусульман соблюдающих, смотрят на них парень носит тюбетейку или мусульманка хиджаб. Уважают их. Это святые люди. Святые люди. И с этими святыми людьми надо хорошо обращаться. Люди от обычных вещей в шоке. И около 80% всех мусульман в мире вот такие. Люди смотрят на мечеть как на какое-то место куда ходят только святые люди. Это особые люди. К ним с особым уважением. Хотя по сути они просто выполняют то ради чего их Аллах создал. Вот так вот. У этнических мусульман просто исламские имена. Несколько атрибутов ислама в жизни у них присутствуют. Я же говорю четкие. Намазлык у них дома есть, на котором они могут иногда намаз читать. Коран где-нибудь дома, который они не читают, аяты из Корана на стене и все. Несколько знакомых святых людей, мечеть где-нибудь недалеко и все. Вот и весь их ислам. И к сожалению, они вот так проживают всю жизнь, не понимая, что вера внутри должна их толкать на то, чтобы менять себя к лучшему, жить по Корану и Сунне Пророка. А когда иман будет толкать тебя? Это будет только в одном случае. Когда у тебя на основе этого имана, веры, сформировался образ мышления. И этот образ мышления формируется только тогда, когда ты размышляешь над тем, что Аллах говорит в Коране, что Он не спасал людям. И вот об этом как раз наша сегодняшняя тема. Каким образом Аллах через аяты на тему вечной жизни побуждает людей проникнуться этими смыслами? Их человек глубоко осознает и в итоге начинает выполнять то, что Аллах велит. Эти аяты и для нас тоже, для верующих. Они только для тех, кто не верует в Коран. И мы должны думать. Аллах говорит. Это сура Ясин. Они говорят, когда сбудется обещание, если вы говорите правду. им не не чего ожидать, кроме одного только глаза, который поразит их тогда, когда они будут припираться. Они не смогут ни оставить завещание, ни вернуться к своим семьям. Протрубят в рог. И вот они устремляются к своему Господу из могил. Они скажут «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали?» Это то, что обещал милостивый. И посланники говорили правду. Будет только один глаз. И все они будут собраны у нас. Все человечество явится. Все из могил встанут, чтобы ответить перед Аллахом. В этот день ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости. И вы не получите воздаяние ни за что, кроме как за то, что вы совершали. Воистину сегодня обитатели рая будут заняты тем, что будут наслаждаться. Они и их супруги будут лежать в тенях на ложах прислонившись. Там для них есть фрукты и все, что они потребуют. Милосердный Господь приветствует их словом мир. Аллах скажет ассаляму алейкум. Сам Аллах вам скажет. сегодня отделитесь грешники. Разве я не завещал вам потомки Адама? Аллах обращается ко всему человечеству. Не поклоняться дьяволу, который для вас явный враг. Разве я не завещал вам поклоняться мне? Это прямой путь. Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Не ужели вы не уразумеете? Вот адский огонь, который был обещан вам. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали. Сегодня мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с нами. А их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Если мы пожелаем, то лишим их зрения. И тогда они бросятся к пути. Но как они будут видеть? Если мы пожелаем, то обезобразим их на их местах. И тогда они не смогут ни двинуться вперед, ни вернуться. Тому, кому мы даруем долгую жизнь, мы придаем противоположный облик. Неужели они не уразумеют? Мы не учили его, то есть Мухаммада, поэзии. И не подобает ему это. Неверующие это думают, что Коран это слова поэта? Это не что иное, как напоминание и ясный Коран. И вот когда ты в эти аяты вникаешь, в которых говорится о судном дне, как Аллах отнесется к тем, кто прислушался к напоминанию и к тем, кто нет, ты понимаешь, что ситуация очень серьезная. Это формирует в тебе понимание серьезности происходящего. Во всем Коране ни одной шутки. Это очень серьезная книга и в ней очень серьезные предупреждения. Аллах говорит, что если вы не прислушаетесь, будут очень серьезные последствия. А если прислушаетесь, получите все, о чем мечтали. Почему Аллах так сурово накажет неверующих? И за что Аллах даст вечный рай тем, кто слушался его? Я в этом году в Америке был. В Чикаго лекции давал. Три лекции там было. О признаках судного дня, вторая о смерти и о судном дне. Нет Бога кроме Аллаха. Знаете, что мне сказали? Мне сказали, что девять лет в Америке не выступали с такими лекциями. В Америке им более интересно слушать о том, что сейчас происходит, а о том, что выше небес и под поверхностью земли. И мне интересно, мол, сейчас же это не происходит. Ты нам говори о том, что сейчас. Если им прочитать эти аяты, которые я вам только что зачитывал, то реакция у них «Да как так? Ну это уже перебор». «Да это ж какое-то сумасшествие просто». «Как такое может быть со мной?» «Как Бог такое может со мной сделать?» То есть они настолько уже от истины отклонились, что вещи, которые Аллах в Коране говорит, для них немыслимы. И когда в Америке издали книги, которые мы выпускаем, наша Академия Сафр, то некоторые были просто в шоке. Мол, как так? А мы что сделали? Мы просто перевели аяты Корана. Это детские книги по исламу. В них в том числе говорится, как Аллах в судный день накажет неверующих. Как Аллах вознаградит тех, кто уверовал в послание. И все это в одной книжке. И когда люди читали описания адских наказаний, читали о смерти, люди были просто в шоке. Глаза мне верили, мол, это истина? Вот помню, учительница одна говорит мне, мол, у нас тут ученики, ученицы спрашивают насчет ваших книг. Дескать, а вот это правда на самом деле, что ли, так будет? Вот то, говорю, ну, там все ссылки с номерами аятов Корана и хадисов. Она говорит, ну, это что, на самом деле все так будет? Я ей объяснил. Говорю ей, послушайте, вот вы же в западном обществе избегаете таких тем, всячески от них отгораживаетесь, боитесь детей напугать. Вот иной раз, даже при похоронном намазе, тело завернутое в саван, детям не показывают, чтоб не испугались мертвого. Как бы не испугались мертвого человека. Вот вдумайтесь, вы же от реальности детей отрываете. Вы с ума сошли? Эти дети что, не умрут никогда? Вот такие порядки в мечетях кое-где. И даже здесь в Англии это есть. Здесь у нас тоже это есть. Если после зувр намаза проводят джаназа, похоронный намаз, а там уроки у детей, они ждут, пока дети все выйдут, идите домой, детки. Идите к родителям. Съешьте леденец. Пусть они купят вам вкусненькое мороженое. Счастливого дня! В итоге дети уходят и тогда вносят тело в мечеть и читают джаназа намаз через полчаса после зувра. Через полчаса. Почему? Потому что детишки могут испугаться мертвого тела. Вы что, с ума сошли? Дети должны привыкать к виду мертвого тела, потому что эти дети умрут однажды. Для них смерть нереальна. Для них смерть это игра какая-то. Они играют во все эти приставки и в этих видеоиграх видят смерть каждый день постоянно. Зарезал, застрелил. Для них это игра просто. Типа «Эй, я тебя застрелил! Видал, да, как я попал? Я объяснил, то, что вы отучили детей думать о таких вещах, это не значит, что мы должны подстраиваться и как-то по-другому преподносить религию. Я говорю ей, когда в Коране Аллах говорит об адском огне, Аллах говорит и о рае. И когда Аллах говорит о рае, Он говорит и об адском огне. Почему Аллах так делает? Потому что Аллах преподносит нам реальность сбалансировано. Чтоб мы знали и о том, о том, нельзя говорить только о рае или только об аде. Это будет перекос. И то же самое, если говорить только об огне и не говорить о рае. Надо говорить и о том, и об этом сбалансировано. И в Коране десятки, десятки и десятки мест, где Аллах рай и ад упоминает вместе, друг за другом. Причем, безо всяких смягчений, говорит, как есть. Вот, например, в одном аяте Корана, и это у нас в книжках тоже, которые мы для детей издаем, Сура женщины. Каждый раз, когда их кожа будет сгорать в адском огне, мы будем восстанавливать их кожу, чтобы они могли снова вкусить наказание. Сура 4, аят 56. Это про ад. И сразу же в следующих аятах, а те, которые уверовали и творили добро, мы введем их в рай. Там будут течь реки прямо под ними. Они останутся там навеки вечны. Там для них будут супруги очищенные. И мы введем их в густую тень. Видите? Есть баланс. Нельзя допускать перекос в одну из сторон. И вот это положение дел в обществе. Пречисто Аллах, меня пугает. Если мы перестанем говорить об этих вещах так, как Аллах в Коране об этом говорит, это не повлияет на разум с должной силой. Вот каким образом мы можем обрести такую веру, которая будет менять наше поведение. Единственный способ проникаться такими аятами. Слушать такие аяты, читать такие аяты, осознавать смысл этих аятов в том виде, в котором Аллах эти аяты не спасал. Пречисто Аллах, хвала Аллаху, никто не может исказить Коран. Знаете, что бы было с Кораном, если бы люди могли исказить его смыслы? Конечно, его бы давно уже исказили, если бы это было возможно, если бы Аллах Коран не защищал от искажений. Но вот именно сегодня, если бы люди могли изменить Коран, оттуда бы уже стерли все аяты про адский огонь. Все аяты про наказание удалили бы. Оставили бы только аяты про райские наслаждения, про вознаграждение. Или аяты про адское наказание урезали бы, очень смягчили бы, цензурировали. Типа, ну, если ты сделаешь что-то плохое, может быть, Аллах тебя накажет. Может быть, может быть, Аллах тебя накажет в вечной жизни. Но так вот, возвращаясь к нашему вопросу, как вы думаете, почему Аллах так жестко накажет тех, кто не уверовал? И за что такая огромная награда верующим? За что? Потому что человек так устроен, что если человек нарушил какой-то закон Аллаха, то второй нарушит легче. Если второй нарушил, третий нарушит еще легче. Вот, например, человек, который украл что-нибудь мелкое, карандаш, например, если он не чувствует наказания, завтра может украсть целый пенал или кошелек. Тот, кто украл кошелек, может украсть что подороже, драгоценности, например. После этого может и банка грабить. А если не чувствует наказание, может и убить. А если раз безнаказанно убил, то может убивать снова и снова. А если в сердце не остается сожаления за убийство, человек может целые народы убивать. Такова природа человека. И это касается всех. У любого из вас такая природа. А то мы сидим такие маша ла цивилизованные люди в мечети. Но забери у нас еду. Вот тогда видно будет. Кто есть кто. Сейчас ваши желудки полны еды. Машаллах, альхамдулилях. Холодильники полны. Если холодильники опустеют и магазины опустеют, вот тогда видно будет, кто превратится в людоедов и животных. Убери законы, убери полицию, убери суды, и видно будет, кто есть кто. Вот я думаю, половина всех этих цивилизованных граждан за день превратится в животных. Случаи были в Америке, в Макдональдсе, свет выключили, перебои с электричеством, минут на 20. И за эти 20 минут люди кого-то грабили, курицу воровали, драка началась, только выключился свет. Цивилизованные граждане превратились в животных. Вот в такие моменты и понятно кто есть кто. Почему Аллах так жестко наказывает неверующих? Аллах говорит, когда их кожа сгорит, мы восстановим их кожу. Да потому что если Аллах не будет так наказывать, множество людей на земле не будет жить по-человечески, не уверует, не будет внутри сигнализации останавливающей от грехов. Поэтому в Мекке Аллах не посылал множество таких аятов. О судном дне, о том, что будет после смерти, о том, какие ждут наказания и вознаграждения. Потому что если бы Аллах посредством таких аятов не сформировал богобоязненность у людей, вера не меняла бы поведение людей. Только когда ты читаешь такие аяты снова и снова при чисто Аллах, тогда начинаешь осознавать реальность. Понимаешь, что жизнь это очень серьезно. И если я не буду выполнять, что Аллах велел, то я могу быть жестко наказан. Вот Коран так устроен, Аллах в нем повторяет аяты об одном и том же, об Аллахе, о судном дне, снова и снова, с разных ракурсов. Потому что от этого в человеке укореняется устойчивое представление. И сознательно, и подсознательно. Вот например, если я вам сейчас покажу большую желтую букву М, о чем вы подумали? Макдональдс. Видите? Потому что вы рекламу эту всю жизнь видите. Вы столько раз это уже видели, что большая желтая М, все Макдональдс. Или на красном фоне написать белыми буквами, модным таким шрифтом, то, о чем вы подумаете? О чем? Что-то из двух. Или Кока-Кола, или КФС. Потому что вы это столько раз видели. Сразу картинка. Если три буквы КФС, если модный шрифт, то Кока-Кола. Весь мир рекламы построен на повторении. Просто повторяется и повторяется снова, снова, снова и снова. В итоге возникает ассоциация. И Аллах, всемогущий и велик, повторяет нам в Коране снова и снова о судном дне. Под разными углами. О пророках. О других пророках. О судном дне. О смерти. О вечной жизни. О могуществе Аллаха. Потом о пророке. Потом снова о вечной жизни. Потом Аллах говорит о своих дарах людям. Аллах говорит, поистине Аллах властен над всем. Потом снова повторяет, поистине он надо всем властен. И снова Аллах повторяет, поистине Аллах властен над всем. Власть, власть Аллаха, власть, власть, снова, снова и снова. Если ты читаешь Коран, понимая его, снова и снова читаешь эти аяты, осознанно. Это коренным образом поменяет твое мышление. Коренным образом изменит твою личность. Потому что вот это повторение укореняет в тебе веру, все глубже и глубже. Иншаллах, в следующей серии мы поговорим о самой вере. Сегодня мы поговорили о том, как Аллах аятами о Судном Дне меняет мышление человека, образует веру, которая толкает тебя на поступки, согласно тому, что Аллах велит. Да воздаст вам Аллах благом. Саляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.